Но это будет выглядеть подозрительно. Старик вроде меня гуляет с такой юной девушкой. Ничего, я просто скажу, что я твоя трофейная жена. Трофейная жена? Всем привет, вы на канале Диофплей, и сегодня мы будем продолжать проходить милейшего монстра, но только после того, как вы поставите лайк и напишите что-нибудь в комментариях. Погнали! Не суть. А ты разве обо мне не думал? Я отвожу взгляд, пытаясь избежать глаз Бал. Это правда, я думал об Бал. А как не думать? Кто бы о ней не думал? Особенно учитывая, что она упрямо носит такие дурацкие непрактичные наряды. Не, ну чё, очень даже практичные. Ну см... Всё зависит от ситуации, вот! Но я не могу ей этого сказать. Я не хочу давать ей этого удовольствия. Честно, нет. У меня был очень занятый день. Занятой день. Но это не оставляет много времени для мыслей о школьницах. Хе-хе, врёшь! Н-не вру! Нет, врёшь. Я по глазам вижу. Чёрт. Наверное, я более прозрачный, чем полагал. Ну, раз уж я постаралась прийти тебя повидать, пойдём? Куда? На свидание, конечно. Нормально. Конечно, она говорит так, словно это самая естественная вещь на свете. Может, так и есть и для капризной кошки, которая приходит и уходит, когда захочет. Но не для меня. Я взрослый человек, и у меня есть и другие обсто... обязательства. Меня дома ждут жена и дочь, с которой мне нужно поговорить. Я обещал ей вчера. Я сказал, что мы можем чем-нибудь заняться завтра. Если у этих планов есть хоть какая-то надежда на исполнение, мне нужно возвращаться домой немедленно. Мне надо обсудить это с Салли. Я не могу продолжать убегать. Даже если за мою руку цепляется очень привлекательное... От... В... 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 Ну же, Робин, я скучала по тебе, скучала вот по этому. Висеть на стариках? Нет, в смысле, гулять, веселиться. Я столько времени жила как кошка, что совершенно забыла, как это быть настоящими людьми. Мне нужна какая-нибудь взрослая компания, или я сойду с ума. Меня достало, что меня поднимают и тискают, и гладят. Ты чешут по голове и называют, хороший мальчик или хорошая девочка. Разницы вообще никакой, потому что, кто знает, какого пола там на самом деле кошка, да и кому какое дело. Теперь у меня человеческое тело, и я хочу этим пользоваться. Я хочу веселиться. Ты не можешь этим сама заняться? Могу, но это будет скучно. Разве не намного приятнее проводить время с тем, кто тебе нравится? Я морщусь. Моя решимость колеблется. Почему я такой слабохарактерный? Действительно. Размазня. Мелли месяцами томится в своей... О, в своей комнате. Словно принцесса в башне. И я счастливо это игнорирую. Но стоило этой девчонке, которая мне все еще по сути никто, начать цепляться за мою руку и ломать трагедию, и я уже пропал. Интересно, что это говорит о моей верности? Я думаю, это говорит, хоть я и профессиональный психолог, в отличие от Джоан Хоулер, что я мудак. Это правильная... Это правильная медицинская терминология. Но это будет выглядеть подозрительно. Старик вроде меня гуляет с такой юной девушкой. Ничего, я просто скажу, что я твоя трофейная жена. Трофейная жена? Где духи набираются таких выражений? Хе-хе. Ну, может и нет. Это будет немножко перебор. Можешь просто притвориться, что я твоя дочка или типа того. Все будет нормально. Я сглатываю. Внезапно в горле становится сухо. Весьма признателен, но у меня уже есть дочь. Знаю, что есть, но ты же все равно не проводишь с ней время, нет? Ну, руки Бал сжимают мою сильнее. Пусть у нее тонкое худое тело, она неестественно сильная. Будто мою руку стискивают клещи. Останавливая циркуляцию крови в моей правой руке. Можешь представить, что это проба перед настоящей прогулкой. Просто подумаешь, что я Мелли, и мы хорошенько трахнем по креманке мороженого. Что, блядь? Так уже не говорят. У этого слова есть другое значение. Ну-ну, не придирайся к мелочам, давай просто хорошо проведем время. Не могу отрицать, что предложение Балл звучит соблазнительно. Не как проба перед прогулкой с моей настоящей дочерью, но потому что Балл забавная, и мне нравится проводить с ней время. Наверное, за последние три дня мне с ней было веселее, чем за последние три месяца целиком. Но это ведь неправильно. Балл не моя дочь. Мелли моя. И я обещал. Я сказал, что постараюсь проводить больше времени с ней. Я бы хотел, но... Я бы хотел не чувствовать себя так противоречиво. Я бы хотел быть не таким слабохарактерным. Я уже знаю, что собираюсь сказать до того, как слова раздаются из моего рта. Да ладно, он пойдет, что ли? Ёбаная размазня, блядь, я не мужик. Пизда. Итак, а есть причина, почему ты захотела прийти именно сюда? Да нет, просто подумала, что тут мило. Мило это ключевое слово. После того, как я с неохотой согласился на требования Балл, с условием, что мы вернемся домой раньше, чем за час, Балл решила притащить меня сюда. Я осознаю, что, описав предыдущие пять минут в подобной манере, я изобразил из себя безвольную жертву, которая подчиняется непостижимым махинациям Балл. Словно шестерня в машине. Без сомнений, некоторые люди будут раздумывать, а точно ли это воспроизведение моих мыслей. И не согласился ли я, невзирая на свои протесты. Но предложение Балл практически мгновенно. Всем Фомам неверующим могу сказать лишь то, что у меня нет дальнейших комментариев. Я не могу удовлетворить вас, потому что не могу до конца удовлетворить себя. Я взрослый человек, и знаю, что не должен был приходить сюда. Но пусть я и взрослый, я еще и трус. Мы с Балл сидим в кафе-мороженом, редкость в Англии. С причудливыми кирпичными стенами и аккуратными белыми столиками Баскин-Робинс. В такое место я бы пошел с Мэлли, если бы оно существовало, когда она была младше. Тогда было меньше крупных сетей. Теперь центральная улица ими переполнена. За прошедшие 4 года этот маленький пригород стал отчетливо американизированным. У нас даже Старбакс есть. Да кто захочет потратить 5 фунтов стерлингов на кофе? Неслыхано! Наверное, это и есть прогресс. Я не совсем уверен, почему Балл захотела прийти именно сюда. В кафе немного людей, из-за чего мы выделяемся еще сильнее. Другие посетители – маленькие дети с растрепанными волосами, пятнами отмороженного вокруг ртов и на носах, сопровождаемые взмыленными родителями, которые, наверное, сожалеют о выборах, что привели их в это место. Полагаю, я чувствую какую-то определенную солидарность с этими измолоченными мужчинами и женщинами. В основном здесь женщины, хотя мы не совсем в похожих ситуациях. Я начинаю задумываться, а зачем я сюда пришел? Персонал не приминул... Не приминул осыпать нас косыми взглядами, когда мы только зашли, заставив меня объяснять, возможно, более виновата, чем стоило, что я пришел сюда с дочерью. По-моему, они немного расслабились после этого, но я все равно чувствую их взгляды, сверлящие мне спину. Или, возможно, я просто параноик. Это моя собственная нечистая совесть, мой личный сверчок Джимини тычет меня в шею кончиком зонта. Зонта? Блядь, правильно. Напишите в комментариях. Я был прав, думая, что гулять с Белл плохая идея. Особенно, когда она в этой школьной форме. Наверняка я выгляжу как преступник. Я чувствую себя как преступник. Моей самооценке это не льстит, хотя Белл, без сомнения, красивая. Красивые девушки это вам не всего лишь развлечение для взгляда. Они могут быть и опасными. По крайней мере, Белл выглядит счастливой. Она ест мороженое из креманки, медленно его смакуя. Она подносит серебряную ложку, наполненную мороженым, к своим губам и кладет ее в рот. Ее губы размыкаются в виде О, когда она дает мороженому расстоять на языке. На ее лице выражение чистого блаженства. Из-за него она кажется еще младше, чем уже есть. А ты очень любишь мороженое, да? Обожаю! Наверное, я пристрастилась к нему тем вечером. Я не думаю, что тогда она хотела только лишь мороженого. Ну да, судя по всему, еще пососочен. Я вновь воспроизвожу то воспоминание в мыслях. Мои щуки начинают краснеть. Я отворачиваюсь, прижимая руку к рту. Щуки горят! Ах, вкуснятина! Белл издает довольный вздох и с влажным звуком вынимает ложку изо рта. Эй, Робин! Она озорно улыбается, направляя ложку в мою сторону. Хочешь немного? Нет, не надо. Я его для тебя купил. Ну, делиться веселее. Я хочу знать, как оно тебе. Мне кажется, я слишком старый, чтобы есть мороженое. У меня будет несварение. И Салли наверняка уже сделает ужин. Она будет сидеть за кухонным столом, скрестив руки, постукивая ногой по полу. И думая, где черти меня носят? Интересно, а вернулась ли у Жамелли? Наверняка вернулась. Она не участвует ни в каких кружках после занятий. И я не думаю, что у нее есть друзья, чтобы с ними гулять. Готов поспорить. Салли прислала мне кучу текстовых сообщений. И голосовых. Я не знаю, потому что мой телефон был выключен все это время. Я действительно трус. А, да ладно, ты не настолько старый. У тебя, по крайней мере, еще не все... Еще все волосы остались на голове. Пока что. Поживем, увидим. Какой зануда, вообще не веселишься. Я чувствую, как что-то врезается мне в голень. Это на габал. А будто я в блестящую черную туфлю. Туфлю. По крайней мере, ее туфли следуют школьным правилам. В отличие от этой дурацкой юбки. Не надо так. Больно. А из-за тебя моей душе больно. Потому что ты отказываешься разделить это вкусное мороженое со мной. Я уже ел мороженое раньше. Я знаю, какое оно на вкус. Но оно будет еще лучше, если съесть его со мной. Пауза. Или если съесть его с меня. Думаю, второй вариант получше. Пожалуйста, не говори такие вещи, когда мы на людях. Мы и так достаточно подозрительно выглядим. Балл показывает мне язык и пинает голень еще раз. Может, она пытается увлечь меня во взаимный флирт. Но я отказываюсь поддаваться ее прихотям. Даже если сопротивляться ее ударам, это весьма болезненно. Откуда она вообще берет всю эту силу? Вскоре Балл надоедает этой игрой. И она снова возвращает внимание к своему медленно таящему мороженому. Она поднимает горку замороженной сладости к губам. И проскальзывает ложкой внутрь. Ложкой внутрь теплых розовых просторов рта. Она даже чуть-чуть увлеклась. Потому что, когда она отводит ложку, я вижу мазок синтетического клубничного мороженого на кончике ее носа. Это даже мило. На тебе еда. А где? Вот здесь. Я постукиваю собственный нос для демонстрации. Вряд ли я могу вытереть ей нос сам. В основном, отцы не настолько близки со своими дочерьми. Не так ли? Ну, только если это не отец педофил... Кхм-кхм. Не об этом речь. Мы с Мэлли точно не настолько. Ну, и мои отношения с Мэлли весьма необычные. А? Белл хмурится сочерев нос. И скречивает взгляд на несколько мгновений. Она пытается рассмотреть это пятнышко мороженого сама. Ты не мог бы его вытереть вместо меня, Робин? Почему ты сама не можешь? Ты же уже взрослая девочка, разве нет? Нет, я хочу, чтобы ты это сделал. Если ты не хочешь разделить со мной это мороженое, можешь, по крайней мере, помочь мне вытереться. Разве это не принято на первом свидании? Что значит свидание? Я понижаю голос до шепота и наклоняюсь вперед, сердито смотря. Помни, ты, по идее, моя дочь. Я это сказал и собираюсь придерживаться этой версии. Ой, да ладно, ты слишком уж параноик. Как будто кому-то здесь есть дело. Все слишком занято, пытаясь удостовериться, что эти дети не уронят свои банановые сплеты. Все равно не помешает быть более осторожными. Балл хихикает, ее грудь поднимается и опускается под школьным свитером. Хоть Балл, конечно, не ходит в святую школу... Блять, в... В школу святой Екатерины. Ну же, папочка, хотя бы один разик не исполнишь просьбу своей маленькой дочке. У тебя теперь человеческое тело, Балл. Только подумай, большие пальцы. Не хочешь ими воспользоваться? Да, мне действительно весьма по нраву новое тело. Но в жизни есть не только большие пальцы. Ты же... Как же романтика? Нет тут романтики. Не в семье. Мы не Борджа. Я замолкаю. Поскольку ты почти 8 лет была кошкой бабушки Кларис... Наверное, мы действительно семья. Ты знала меня, когда я еще был маленьким мальчиком. А ты знал меня, когда я была примерно вот такого роста. Балл поднимает руку над столом для иллюстрации. Душа. Может быть, семья неправильное слово. Наверное, нас можно назвать друзьями детства. Я не понимаю... Я не помню, чтобы ты была особенно дружелюбной. Ты все время царапалась и кусала меня. Это было до того, как ты чуть не утонул в попытке спасти меня, дурак. Я была бы гораздо милее, если бы знала о твоих скрытых глубинах. Я не думаю, что во мне есть какие-то скрытые глубины. Я глубокий, примерно как лужа. Теперь, может, и да. Брак, Мелоди, унылая работа, на которой никто не воспринимает тебя всерьез. Все это тебя иссушило, не так ли? Я морщусь. Я думал, мы так баловались, но взгляд был проницателен, как и всегда. Даже когда в ее голосе звучит веселая нотка. Может, мы действительно словно друзья детства. Я знаю ее дольше, чем Салли. И она, похоже, посвящена во все мои тайны, даже те, которые я сам не хочу признавать. Итак, Белл наклоняется вперед, оперевшись своим подбородком об руки. Она выжидательно смотрит на меня с улыбкой на лицо. Ее глаза сверкают. Ты меня вытрешь или нет? Ее взгляд сбивает меня с толку. Не думаю, что я могу спорить. Она измотала меня. Ладно, ладно, только не устраивай из-за этого песни и пляски. Не волнуйся, не буду. Белл выжидательно мигает. Она выглядит словно принцессой из сказки, которая ожидает поцелуй прекрасного принца. К сожалению, я не принц. Я живу на зарплату учителя. На гроши. К тому же, вряд ли меня можно назвать прекрасным. И уж если до конца рушить это сравнение, Белл не принцесса. Мне кажется, она скорее похожа на злую ведьму или на роковую женщину. С ее всезнающими глазами и слишком короткой юбкой. Я наклоняюсь вперед, скомкав салфетку в руке. Внезапно лицо Белл кажется слишком близким. Я почти что могу сосчитать каждую ее ресницу. Почувствовать ее дыхание на щеках. Попался! А вот что она сделает, мы узнаем уже в следующий раз. На этом на сегодня все так что. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Надеюсь, она его засосет. Субтитры подогнал «Симон»